И следующий сюжет расскажет о мирных, творческих, пусть небольших, но вполне значимых победах, которых добиваются некрасовские школьники. Команда КВН «Труба» вышла в финал девятого сезона Ярославской юниор-лиги веселых и находчивых. Подробности в репортаже Виталия Королева. Добрый вечер, дорогие друзья! Перед вами выступают только начинающие, но, черт возьми, уверенные в себе гангстеры из Некрасовского. После перезагрузки от старой команды КВН «Труба» Центра детского творчества «Созвездие» осталось лишь название. На смену прославившимся на просторах ютуба Некрасовским копам пришла настоящая мафия, и она уже заявила о себе. Значит так. Я смотрю, операция с треском провалена. Говори! Что говори? Говори, я сказал! Что говорить-то? Что ты делал вчера вечером? Был дома. Ага, хорошо. Да что ты меня все пьешь? А как же метод слова и доброго полицейского? Кстати, добрый он. В полуфинале нынешнего сезона в областной юниор-лиге КВН за право пройти в следующий круг сражались шесть команд. Игра проходила в Ярославском дворце молодежи. Поскольку возраст участников юниоров ограничен только сверху, по 17+, основной костяк большинства команд составляют вторшеклассники. Так что Некрасовская мафия является самой юной командой не только в Ярославской, но и в Костромской юниорской лигах клуба веселых и находчивых. Ребята, на футболе одноместное освободилось. Я пойду. А можно мне? О, нет, как мне больно, я не могу ходить. Нет, он больше для футбола подойдет. В этом сезоне в составе трубы дебютировали пятиклассники Некрасовской средней школы. С помощью своих руководителей Гульжан Турлайс и Юлии Меншиковой, а также тренера Екатерины Тарасовой, ребятам удалось составить серьезную конкуренцию с самым крутым командом области. У Леши было мало игрушек, поэтому когда отец бросал рэкс у мячик, в коридор срывались оба. В итоге за трубой третье место, обеспечившее Некрасовцам путевку в финал и приз за лучшую мужскую роль, который получил один из самых колоритных игроков команды Георгий Королёв. Спасибо тебе большое! Пожелаем же нашей веселой и находчивой мафии удачи в финальной игре, которая состоится 30 мая в Ярославле. Виталий Королёв специально для Некрасовского ТВ. Продолжаем второе место!